Вы на канале Заметки Жизни и я Игорь Эйкун. Здравствуйте! Столетний юбилей победоносной для Пруссии битвы при Лейпциге 1813 года и прокламации Фридриха Вильгельма III от 17 марта 1813 года «Ан Мейн Фольк к моему народу», напечатанной в бреславской газете «Шлезиже Цайтунг», которая призывала к борьбе с Наполеоном, а также торжеств, посвященный возрастанию значений прусского государства в Европе, все это было решено отметить большой выставкой, представляющей историю и экономические достижения Силезии. Поэтому планировалось, по примеру всемирных выставок в Бреславу, в теперешнем Вроцлаве, обустроить территорию и возвести многофункциональный выставочный комплекс. Его основным объектом должен стать выставочный павильон. Для этого была выделена территория, расположенная на окраине Шитницкого парка, на месте ипподрома недалеко от Вроцлавского зоопарка. Вот на этом плане вы видите как раз с левой стороны это примыкающий Шитницкий парк, посредине выставочный комплекс, а слева зоопарк. Через выставочный комплекс проходит дорога и трамвайная линия. Сейчас правая вся часть от трамвайной линии это Вроцлавский зоопарк. Победителем конкурса стал бреславский архитектор Макс Берг, предложивший проект в стиле римского пантеона. Павильон получил название «Зало столетия». На этом макете вот видно в размере один к одному пантеон и зал столетия. Зал столетия имеет многие черты пантеона. Построен зал в 1911-1913 году. Стиль ранний модернизм. На момент постройки зал представлял собой уникальное сооружение, имевшее самый большой в мире пролет железобетонной кровли. Весь зал сделан из железобетона. Высота зала 42 метра. Диаметр покрывающего его купола 67 метров. Максимальная ширина внутреннего зала составляет 95 метров. Доступная площадь 14 тысяч метров квадратных. В зрительном зале и на сцене одновременно могут разместиться до 10 тысяч человек. Стоимость проекта на тот момент составила 2 миллиона марок. Вот на этой фотографии видно этапы строительства. Были применены уникальные технологии. Так как подъемных кранов тогда еще современного типа не существовало. Они появятся только в 1913 году, уже после строительства этого зала. Был применен следующий подъемный механизм. Посреди зала была построена железная ферма, которая была соединена с двумя тележками, бегающими по рельсам, проложенным вокруг зала. И эти тележки соединены с башней, были тросами, по которым поднимали грузы, стройматериалы и готовые железобетонные конструкции. Причем многие железобетонные конструкции, например такие как пакеты окон, они отливались прямо возле зала и потом готовыми устанавливались на уже на свои места. Ну это как и теперь блочное строительство, вот как например те же хрущевки строили. Вот посмотрите на завершение, уже почти готовый завершенный зал. И вот зал уже, готовый зал, видны гепролегалы, рельсовые дорожки с убранными, видно место будущего фонтана и пергола. А вот на этой открытке 20-х годов, Ярхундерт Халле, так называется по-немецки зал, вот он виден. Такая вот торжественная открытка. Планировка зала круговая, основанная на симметрии греческого креста, на трех концах, в которых расположены малые выездные залы, а на западе, обращенном к центру города, двухуровневый овальный вестибюль. Конструктивно зал состоит из двух самостоятельных элементов. Первый, вот на этом макете разрезе видно, это основание в виде цилиндрических арок, вот их четыре, четыре изогнутых ребра, поддерживающиеся контрфорстами, образующие боковые апсиды. Второй элемент сооружения это купол, расширен снизу и свободно лежит на основании на этих арках и состоит из сходящихся железобетонных арок ребер, опирающихся вверху на центральное сжатое кольцо, а внизу на растяжное кольцо. Устройство кромли в виде кольцевых террас позволило сконструировать над каждой из них ряды окон, освещающие внутреннюю часть зала, так как свет проникает между ребрами. Небольшой купол внутри компрессионного кольца изначально был полностью застеклен, составляя своего рода акулус, это как в пантеоне. Но из-за проблем с водонепроницаемостью, через несколько лет он был надстроен, что придало интерьеру теперь визуально увенчанным как бы тяжелым замковым камнем немного экспрессионизма. Формальная простота поверхности видимого железобетона конструкции зала, необработанность, шероховатость, отпечаток опалубки, оставлена как контраст с изяществом отделки фойе и переходов. До Второй мировой войны в зале проводились выставки, ярмарки, певческие слеты и всевозможные массовые мероприятия, в том числе и выступления Гинденбурга и Адольфа Гитлера. Кстати, одна из прилегавших к выставочному комплексу улиц носила его имя. После Второй мировой войны, помимо всего прочего, в зале располагался кинотеатр «Гигант». Проводились баскетбольные матчи, в том числе в 1963 году чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин, где Польша заняла второе место. А в 2014 году матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин, на котором Польша стала чемпионом. 31 мая 1997 года в зале, во время своего шестого визита в Польшу, Иоанн Павел II возглавил экуминистическую молитву. И, конечно, в зале ставятся монументальные оперные спектакли, например, «Усадьба с привидением Манюшка», «Аида», «Трубадур», «Набука», «Верди», «Золоторейная», «Валькирия», «Зикфрид», «Сумерки богов» Вагнера. А в октябре 2006 года состоялся Вагнеровский оперный фестиваль. Это неудивительно, ведь зал изначально создавался с великолепной акустикой. На момент постройки зала его орган был самым большим музыкальным инструментом в мире. У органа было 200 регистров с пятью мануалами на пульте. В 1937 году орган был расширен до 222 регистров. Вот вы видите этот пульт. У инструмента было 16 706 труб. В таком состоянии он оставался до 1945 года. И хотя орган не был поврежден и уцелел, но бесхозность привела к утрате инструмента. Пульт, часть труб и детали органа зала столетия в настоящее время находятся во Вродсовском кафедральном соборе святого Иоанна Крестителя. Вот посмотрите, вот они. Но орган собора в настоящее время состоит всего из 151 регистра, хотя пульт рассчитан на 222. В зале есть музей, содержащий документы, фото, плакаты, макеты, рассказы о создании и истории зала столетия. Очень хорошая выставка, наглядная, с плакатами, газетами немецкими, польскими, о мероприятиях, проходивших возле зала столетия, с интерактивной экскурсией по залу. Здесь можно одеть шлем и провести интерактивную экскурсию. Ощущение такое же, я пробовал, ощущение такое же, как будто ты в середине зала, вот как и есть. Очень хорошо оформлены интерьеры музея. Еще несколько интересных особенностей зала столетия. Во время реконструкции 2009-2010 годов фасаду был возвращен довоенный желто-песочный цвет и были заменены все 600 окон. И это оказалась самая большая проблема у реконструкторов. Макс Берг использовал в своем дизайне из техлопакетов железное красное дерево, специально привезенное из Австралии. Сегодня эта порода дерева не встречается, поэтому по просьбе реставраторов использовали киковую древесину. Подбор стекла для окон производился на основании найденного образца с уже не существующего стекольного завода про Дрезденом, откуда приходили изначальные стеклопакеты. У последнего директора этого стекольного завода в коллекции стекла был пробник этого оконного стекла. На основании этого сохранившегося образца и было подобрано наиболее близкое к нему современное стекло. Закаленное орнаментальное стекло цвета охры. Вот так люди трепетно подходят к самому процессу реставрации. Всем бы так. Ну и как же во Врославе обойтись без гномов? Есть свой и у зала столетия. Это Эбби. Вот такой серьезный, с лицом преподавателя и книжкой. Герой криминалистических романов, писателя Марека Краевского. Полицейский Эберхард Мок. А так как Врослав студенческий город, это как напоминание. Веселись, но помни об учебе. Общую планировку выставки, соединяющую отдельно стоящий зал с другими выставочными зданиями в единый архитектурный комплекс. Это пергола, фонтан, проходы осуществил архитектор Ганс Пельцик. Он же создал и павильон четыре купола, построенный в 1913 году, тоже в стиле модернизм. Это четырехугольное здание с четырьмя куполами, а внутри в нем располагался внутренний дворик, в котором стояла статуя богини Афины. Сейчас уже статуя-то не сохранилась. И после последней реконструкции внутренний дворик накрыли стеклянной крышей. Вот это видно. В нем до войны была выставка, посвященная битве при Лейпциге. И даже был подлинник отпечатанного звания к моему народу. Ну а сейчас здесь находится экспозиция современного искусства. Посмотрите на эти интерьеры. Все окрашено в белый цвет, очень все насыщено светом. Зеркала, это не кривые зеркала, обыкновенные, но только такой формы. В парке окружающий павильон создана галерея современных скульптур под открытым небом. Скульптурой на любителя, но каждый находит свое в творчестве. Главный вход. Колоннада в виде буквы «П» образована тремя рядами колонн, открытые со стороны, обращенные к залу столетия, с противоположной образующей портик. Создана в 1925 году по проекту Макса Берга. Была покрыта крышей. Колонны сделаны из железобетона высотой 14 метров. Потолок между отдельными колоннами был расписан взаимопроникающими геометрическими узорами. И в середине этих узоров были лампочки, электрические лампочки. Крыша входа была разрушена во время войны, а колонны сохранились. И вот так они выглядят сейчас, как колонны античного храма. Многие из колонн увиты плющом. Очень красивое зрелище. Ну, из видом на зал столетия. К главному ходу примыхают два зала. Это выставочный зал и государственный зал. Выставочный зал архитерер Карл Тухшерер. Создал его в 1924 году по проекту Макса Берга. Имел площадь 11 тысяч метров квадратных. Вот посмотрите, как он выглядел тогда. Старое фото довоенное. Имел железобетонные перекрытия, сверху покрытые деревянной крышей. Но это здание было полностью разрушено во время войны. Сейчас оно восстановлено вот в таком виде. И принадлежит Институту автоматизации энергетических систем. В нем имеются конференц-залы несколько. Здесь проводятся конференции и выставки. В том числе интерактивная выставка, посвященная Ван Гогу. Напротив выставочного зала находится государственный зал. Они слегка похожи административными зданиями. Государственный зал был построен к ярмарке 1939 года архитектором Рихардом Конвиарцем. Он участвовал в строительстве зала столетия. Является автором Олимпийского стадиона в Бреслау, во Вроцлаве. Главных ворот выставочного комплекса в настоящее время это главный вход в Вроцлавский зоопарк. И многих других объектов в городе, домов и в том числе бомбоубежищ. Эти бомбоубежища сейчас используются какие-то для архивов, а в одном из них находится музей современного искусства. После войны с 1954 года в здании государственного зала располагалась студия художественных фильмов во Вроцлаве. Сейчас здесь центр аудиовизуальных технологий ЦЭТА. Студия во Вроцлаве была одной из самых больших польских киностудий. На студии снимали фильмы такие режиссеры, как Роман Поланский, Станислав Леонтович. Вот это мемориальная доска ему посвященная. Войцех Ежихас, снявший здесь куклу и рукопись найденную в Сарагосе. Фильм, который мировые режиссеры, такие как Мартин Скорцезе, Луис Бюнюэль, Давид Линч, Ларс Фон Триерс, считали одним из величайших фильмов мирового кино. Вот это мемориальная доска, посвященная ему. Знаменитый режиссер Анджей Вайда здесь снял свой культовый фильм «Пепел и алмаз» с легендой польского кино Збигневом Цибульским в главной роли. Мемориальная доска, посвященная Збигневу Цибульскому. Рядом с входом находится стальной шпиль, так называемая «Иглица». Архитектор Станислав Хемпель воздвигнут этот шпиль в 1948 году к выставке восстановленных территорий. Высота ее 93 метра, первоначально было 106 метров, вес 44 тона, представляет собой пластинчато-балочную конструкцию, опирающую на трехножное основание. Вот посмотрите на это основание, и вот посмотрите, как выглядит человек, стоящий рядом с этим основанием. Это большое сооружение, оно кажется изящным и легким со стороны. Интересный факт. Сын архитектора Станислава Хемпеля, тоже Станислав, был профессиональный охотник и один из величайших охотников и звероловов в истории экваториальной Африки. Ну вот посмотрите, я на фоне этой «Иглицы», чтобы вы не думали, что я там не был. Я уже говорил, что общую планировку выставки, как и многие объекты на ней, построил архитектор Ганг Перцинг. В 1913 году он построил перголу в форме полуэвлиса вокруг искусственного, тоже полуэллиптического пруда с фонтаном рядом с залом столетия. Построена она в виде двух рядов двойных не оштукатуренных железобетонных колонн, увенчанных решеткой и увитых виноградов. Длина беседки составляет 640 метров, всего в ней 750 колонн. Вот посмотрите на ее виды. Летом, когда она увита виноградом, очень хорошо смотрится. Возле нее растут декоративные деревья и кустарники. В ней очень приятно прогуливаться, особенно летом. И здесь же молодые артисты показывают свое мастерство. А рядом с перголой был заложен японский сад. Он был создан в 1909-1913 годах вокруг бывшего пруда по инициативе графа Фрица фон Хокберга, дипломата и востоковеда. Видите, как очень часто встречается эта фамилия, когда мы рассказываем об истории Силезии. При участии японского садовника Манкичи Арай. В 1995-1997 годах в сотрудничестве с садовниками из Врослого, Токио и Нагои были проведены работы по восстановлению японского характера сада. Каменные украшения, собранные в саду, были созданы в 18-19 веках и переданы Японии для этого сада из других японских садов. Вот, посмотрите, на ворота, беседки, мостики, есть женские и мужские каскады водопадов. В саду собрано почти 270 древесных растений, такие как метасиквоя китайская, лиственница китайская, радидендроны, стирокс японский. Вот есть чайный павильон. Ядовитый, но очень красивый пиерис японский. Вот он какой. Ну и, конечно же, сакура. Куда ж тут без нее. И она очень красива в саду, особенно во время цветения сакуры весной. На территории рядом с залом столетия, на территории всего этого выставочного комплекса, проводятся всевозможные фестивали, ярмарки. Вот, смотрите, стоят столы, проходит пивной фестиваль, проводятся рок-фестивали, вход в фан-зону платный. Но есть, можно расположиться вокруг озера и наблюдать за этим рок-фестивалем со стороны, расположившись на траве. Брославский фонтан возле зала столетия, построенный в 1913 году, в модернистском стиле, окруженный перголой. Это самый большой фонтан в Польше и один из крупнейших в Европе. Его площадь 1 гектар. После модернизации в 2009 году он стал мультимедийным. В часе установлено 300 водяных форсунок различных типов и 800 точек подсветки, несколько форсунок, выстреливающих пламенем. Вот, когда нет воды, видно эти форсунки, расположенные в фонтане. Водяная завеса фонтана становится экраном для лазерного шоу. В летние дни работы фонтана он включается с музыкой, но без подсветки. Здесь у него отдыхает большое количество людей. Можно посидеть, послушать музыку. А вот ночью происходит свет и музыкальный шоу. Слазят под светкой. Слазят под светом. П眼станка. Слазят под светом. Слазят под светом. Субтитры сделал DimaTorzok В 2006 году в зал Столетия и соседние объекты были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, замечания, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.